вывела хотела с вами встретиться сегодня и поговорить о том что вывела несколько пунктов которые влияют на твой возраст не физический а даже если ты молодой тебе 30 40 лет вот что-то в твоем поведении есть то что тебе влияет на твой возраст дает тебе старость хотя вот это слово вот сама по себе вот это слово я не очень люблю старость это просто взрослость какая-то когда в твоем поведении вот вывела несколько заметила вокруг моего наблюдения несколько пунктов которые под именно дают старость и вот хочу с вами на эту тему поговорить по поводу жалобы вот когда человек начинает жаловаться даже если ему 20 лет ну окей 20 лет еще молодой еще плохо себя знаешь жизни плохо знаешь ну еще ладно но когда уже вот постарше немножко после 30 и жалуется жалуется бесконечно на своих мужей или на своих детей маленький ребенок там 10-12 лет жалуются что вот как что этот ребенок меня не слушается или этот ребенок как-то не так реагирует на твои замечания ну это такое знаете просто стиль поведения просто хочется пожаловаться для чего пожаловаться чтобы наверное пожалели посочувствовали какая несчастная у нее там вот что-то постоянно с мужем рассказывает или постоянно с ребенком на что ребенка жалуется или на по работе какие-то проблемы постоянно на работу жалуется для чего чтобы просто ну как пожалели пожалели как-то будет немножко несчастной быть вот так вот мне прям вот в жизни это конечно это все так выдает вот возраст просто накапливает тебя просто набрасывает на тебя большое количество лет когда ты постоянно как-то вот поджалуешься то есть есть кто-то всю жизнь так проживает с этими бесконечными жалобами всю жизнь проживает жалуется на какой-то один объект потом если уже этот объект нет переключается на другой объект вот жаловалась на мужа нам уже жаловалась потом дети подросли начали на детей жаловаться ну и помимо еще конечно это знаете вот как модель поведения вот уже такая себе выработанная модель поведения постоянно на что-то жаловаться если уже все даже везде хорошо на погоду жалуется если погода все хорошо начинает искать в себе болезни чтобы вот пожаловаться на эти болезни что вот у меня как-то вот так у меня как-то вот так то есть бесконечные вот эти жалобы это просто от отвратительно видно на лице когда постоянно человек вот в жалобах точно так же как видно когда человек постоянно обижен постоянно обиженный эти обиды вот тут вот они вот тут вот повесили и вот он ходит с этими обидами повисшими и от этих людей видно вот этот пункт вот что вы дает это конечно жалобы еще пункт который очень выдает возраст просто вот знаете вот убивает твой возраст и конечно сон сон это основа из основ это база это стержень нашего состояния это сон и питание вот на двух этих стержнях можно дальше строить как там как-то со своим организмом но сон конечно это 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 подарок это просто особое внимание нужно обратить на сон потому что если ты выбиваешь ся из сна из колеи сна то это очень отражается на на твоей просто последующей жизни очень отражается на твоем дне на твоем мы на твоей работе отражается на твоей внешности это сон поэтому конечно сон важная и косну нужно подготовить себя подготовить все условия для сна конечно бывают период когда кто-то заболел или ребенок заболел или в доме кто-то болеет надо поухаживать надо как-то в госпиталь с сходить ну есть конечно ты выбиваешься иногда то есть это это нормально это по жизни но если у тебя все все везде настроена а у тебя нет сна то это это конечно надо обратить внимание ходить посоветоваться с докторами и к своему сну подготовиться вот тем знаете как отдельно взять вот этот пункт сон что я должна сделать к своему сну и что я вечером должна послушать или посмотреть или какую-то может быть себе зарядку сделать или какую-то медитацию сделать как себя расслабить то есть конечно сон очень очень вешает на нас возраст выдает не не свой возраст от добавляет теперь возраст еще из какой пункт это питание конечно мы все разные хоть мы все люди одинаковые но мы все настолько разные организм у всех по-разному работает поэтому мне например питание если у меня забит холодильник и там забит громко сказано но если как что-то в холодильнике больше того что мне надо у меня прям паника вот я не хочу эти продукты чтобы были дома потому что у меня срабатывает мне это надо кушать как я когда я это успею все покушать ну я она мне не нужно у кого-то наоборот если нет продуктов недостаточно продуктов не забит холодильник у него паника как а что же он будет кушать и поэтому конечно мы все одинаковые но мы все разные если вашем ваш об вашем организме вы видите что лишний вес и он вам никаким образом не мешает то это конечно окей нормально но если вы чувствуете что вам отдышка немножко что вам тяжело нагнуться завязать там что-то или застегнуть обувь носок одеть тяжело вам коленям тяжело спине тяжело то конечно надо с этим делом тоже разбираться медленно потихонечку не надо никаких экстремальных каких-то но вес лишний вес очень накладывает вот набрасывает на тебя возраст ненужный ненужный возраст если тебе 45 лет и ты полная не по своему росту не по своему там если ты больше своего веса который тебе положим то конечно ты тебе набрасывается и возраст абсолютно эти лишние килограммы не нужны только в том случае если они тебе никаким образом не мешают но вот я недавно ходила даже надо было мне какой-то анализ кровь сдать такой общий анализ делать я сидела пока ждала своего доктора дверь у врача была приоткрыта и я думаю кого он так доктор как-то так немножко возмущенно разговаривает ну как немножко ругает как думаю кого он так ругает что пациента вот ты вот у меня был месяц назад были такие показатели а сейчас такие показатели по тебе надо похудеть тебе надо похудеть что это такое у тебя образа уже ты на грани диабета то есть если еще ты не не этот у тебя перейдет эту грани ты будешь диабетом я думаю ну-ка сейчас посмотри кто кто выйдет кого он так ругает думаю ну наверное какой-нибудь дедушка бабушка какая-нибудь то ли высел парень просто года лет 30 себе думаю ну это вообще это вообще уже на грани у него вот на грани перейти на диабет только потому что у него лишний вес и волку что а лишний вес от чего сладкая кушает там булочки кушает вот такое вот то есть конечно следить лишний вес очень выдает выдает возраст накидывает на тебя не нужно набрасывает на тебя не нужны абсолютно годы ну вот еще по поводу воды многие есть для того чтобы пить воду сколько пить воды и нужно ли пить воду ну вот всякие разные есть мнение кто-то говорит что обязательно нужно пить воду организму нужна вода кто-то говорит пейте если в вас есть потребность к этому вот я из своего опыта я вам уже рассказывала у меня был эксперимент я не пила воду и только когда я начала худеть я стала воду употреблять и я от многих вещей избавилась я избавилась от сухости в глазах раньше куда-то если я заходила в какой-то торговый центр и у меня моментально сохли глаза потому что везде было кондиционеры отопление или там освежители все были электрически моментально сохли глаза или утром если я просыпалась сухость глазах было надо было промыть надо было вам покапать или еще что-то и когда я стала пить воду я от этой сухости избавилась поэтому вот как сказать всякие есть и плюсы и минусы то есть смотрите наверное каждый по своему организму но вода я думаю что необходимо организму и надо ее пить и она какую-то конечно свою роль играет и для того чтобы вес не набирать это для того чтобы когда ты диету делаешь похудеть вот вода это тоже с ней надо разобраться это как сон нужно ее или не нужно вот прислушаться к себе попробовать себе начать начать пить или если ты не пьешь как ты себя чувствуешь вот разобраться с водой вот такие вот пункты которые заметила конечно из всех этих пунктов ну самое такое конечно было это то что вот люди жалуются жалуются всю жизнь на что-нибудь жалуются и еще такой пункт который придает тебе возраст это твои мысли мысли которые тебя захватили и мысли негативные то есть как-то вот как-то жизнь видишь вот негативно как когда какое-то событие происходит то сразу думаешь ой может быть мне не стоит а может начинаешь как-то понимаете низ не с положительной стороны на это на что-то это смотреть на свои какие-то изменения а как-то вот в негатив то есть негативные мысли тоже придают вот этот вот дают тебе накидывают на тебе прям накидывают на тебя эти ненужный этот возраст всех вас обнимаем оставлю ссылочки на все свои каналы которые кому интересно заходите смотрите